Еще раз всем привет. 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 С вами Светлана Ата. Юль Берасты. Прихорошилась для фотографий. Оу, еееей. Всем привет, мои дорогие. Сегодня утро началось очень интересно. Пятница. Я никуда не пошла. Я занимаюсь. Чем занимаюсь? Пришла мне идея испечь на День Венеры тортик шоколадный. Сейчас он у меня остывает. Я сегодня решила приготовить в другую форму, не в круглой, потому что, когда я приготовила торт по этому рецепту на День Рождения Мула, он получился очень большой. И там надо было на 3-4 слоя его перерезать. Я решила изменить его. Надо же экспериментировать. И вот сейчас я его обвернула, чтобы вот эти краешки немножко стали мягенькие, да, как там показано. И вот, кухню убрала, полы помыла. Что хочу еще вам показать? Хочу показать мои голубцы. Вот, смотрите. Сначала я их заморозила по отдельности. Всегда так замораживайте. А потом сложила в пакет. А в тортик я буду делать, положу клубничку замороженную и бананчики у меня тут есть. Вот такая я умничка, мои дорогие. Вот. Кстати, эти голубцы очень вкусные. Может, понравились. Даже их можно кушать, не подогревая. Такое наслаждение. Первый раз так вкусно у меня получилось. Ну что, разрезала свой тортик с помощью нити. Здесь у меня будет сверху крошка. И посмотрите, какой он получился пористый. Он такой влажный. Ну, правильно, что я выбрала такую форму. В прошлый раз было очень высокий. Нужно было столько резать. Это сейчас один слой. И я решила, знаете, его с чем приготовить? С вишневым вареньем. Будет как пьяная вишня. А тут у меня заварной крем из яйца и крахмала. Ну, совсем не пэпэ. Но сливочное масло добавлять не буду. И так вкусно. Так что вот я что затеяла сегодня. Вот такой у меня тортик. Я сегодня его не какао полила, а крошкой. Не знаю, какой он будет, но будет вкусный. Внутри вишневое варенье, спелая вишня. Сейчас смотрите, что я сделала. Видео снимала и кофе убежала. Вот идем пить кофе. Так, разрезала я свой тортик. Вот он. Идем пробовать с Ашкем с кофе. Приятного аппетита нам. Приятного нам аппетита. Ашкем пробуй. Ашкем насыл. Что вкусно, что вкусно. Керчак там? Правда говоришь? Керчак дёрсун. Дерри еду. Скажи им. Вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. Ашкем понравился. Очень вкусно. Как красиво сказал. Как красиво сказал. Казал-казал. Посмотрите, какой у меня ужин. Макароны. И НДР сказал, что сегодня с друзьями там будет ужинать. Поэтому. Говорит, меня не жди на ужин. Мне так захотелось макарон. И я вот приготовила себе такую еду. Вкусную. Сегодня видео не такое интересное. Мой балкон, еда. Торт. Домашний, да. Так что наберите терпения. Кто не любит мои видео смотреть. Повседневные. Ну а что делать? Каждый день я не могу ходить никуда. Есть же какие-то у меня планы. Какая-то жизнь. Я всех вас прощаю. Мои дорогие, любимые. Так. И я бы ещё хотела бы поделиться с вами. Как загадывать желания. Я просто безумно счастлива. Счастлива и благодарю ту мою подписчицу, которая мне посоветовала почитать этот трансёрфинг реальности. Друзья мои, что я хотела вам сказать. Когда вы загадываете желания, не мечтаете, а намериваете. Мечты, они никогда не сбываются. Желания, вы намериваете их сбывать. Когда ваше желание исполнится. Вы не должны радоваться, как пищать, как поросёнок. Как я это делаю всегда. Радуюсь, как сумасшедшая. Любому. Потому что мы теряем, тратим энергию, которая должна пойти на следующее наше желание. Мы должны всё со спокойной душой принимать, научиться. Да, это тяжело сделать. Особенно мне нужно работать над этим. Я всегда такая, я безумно благодарна. Спасибо, спасибо. Ни в коем случае нельзя так себя вести. Ни в коем случае. Нужно так, с благодарностью принимаю. И пойдёт вся энергия на ваше второе желание. Вот я о чём хотела вас научить. Чтобы вы знали, чтобы вы правильно могли двигаться в нужном направлении. Исполнять свои желания. Менять свою жизнь, мои дорогие и любимые. Как же я вас люблю. Нужно дарить людям мир, счастье, мотивацию. Не вступать в эгрегор войны. Ни с кем не бороться. Ведь Вселенная и мир сам борются за себя. Мы должны воспринимать мир таким, какой он есть. Мы должны подстраиваться под те условия, которые создал нам Бог. И мы должны двигаться и развиваться для улучшения своей жизни. Но не вступать ни в войну, ни в конфликты. Никому ничего не доказывать. Пример приведу. Если вы пришли, допустим, в магазин. И вы видите, что там осталась одна буханка хлеба. Она не первой свежести. С утра, может, осталась. Вы берёте её. Если хотите, выбор ваш. Вы прави делать выбор. Если вы берёте, то вы не должны бурчать. Вот такой хлеб, нехороший. Это был ваш выбор, не брать его. Вселенная вам поставила то, что сейчас есть. И посмотреть, как вы отреагируете на это. Если вы приметесь благодарностью, у вас больше, у вас всегда будет в следующий раз только свежий хлеб ждать в булочной, кондитерской. А если вы будете бурчать, бубнить, у вас будет постоянно. То есть Вселенная, как зеркало. С каким настроением вы посмотрите в него, такое у вас и будет ожидать состояние. Такой же будет у вас день. Поэтому, мои дорогие девочки и мальчики, когда вы просыпаетесь, смотрите на себя всегда с хорошим настроением. Позитив притягивает позитив, негатив притягивает негатив. И заметьте, те люди, которые ведут себя и живут так со злобой, всех осуждают, у них не заканчивается это. А почему успешные люди такие счастливые и добрые? Потому что они знают эти техники и транссерфинг реальности знакомы. Ну все, мои дорогие, наговорила вам долго. Надеюсь, полезное было видео. Сейчас я буду ужинать и буду приступать к тому делу, которое скоро откроется. Друзья мои, покажу вам, какую красота у меня на балконе. Поливала свой цветок сегодня. И посмотрите, что я обнаружила. Как красиво он цветет. Вы знаете, что я прикоснулась к нему? Он не ядовитый случайно. У меня палец жгет. Есть же некоторые цветы такие ядовитые, да? Надо же, какой красивый. Значит, столько... Ой, палец жгет. Быстрее надо мыть руки. Руки мыть. Он такой красивый у меня цветочек. Такое у нас красивое. Красивая вот такая у нас панорама с балкона. Там сейчас так хорошо под деревцем. 32 градуса, наверное, больше. Красота. У меня в квартире вполне жарко. Сквозняк гуляет туда-сюда. Все открыто. У нас вчера был такой романтичный вечер с мужем. Он два дня собирался в ресторан с друзьями. И все, не получалось. Ну, естественно, мне говорил, не готовь на меня ужин. Сама для себя приготовь. Ну, я вчера для себя точно ничего не приготовила. Была очень занята. И этот, я говорю, вот у нас сейчас по бизнесу промоушен такой заканчивается 1 августа. И я сколько в суббот, воскресенье сижу дома. Да еще и этот сюрприз готовлю вам. Доделываю. И, естественно, работа для меня превыше всего. Я и так достаточно отдыхаю. Я думаю, Богу спасибо и Вселенная. И мужа отпустила. Думаю, Боже, какое счастье. Пускай пойдет. Я хоть погружусь в свои дела. И вдруг он не приходит, начало 9-го. Я говорю, что случилось? Я вам показывала, да, что вчера он принес. Он говорит, опять отменилось. И он купил донер, купил пивка. И я все дела свои бросила. И мы с ним на балконе сели потом. И так чудесно провели время. Так у нас было прохладно. Ветерок дует. Смотрели футбол. В общем, вчерашний вечер был тоже можно зачитать. Зачет поставить в нашу копилку. И он был безумно счастлив, что я ему уделила в очередной раз время. Ну, все, друзья мои. Пойду я кормить мужа. Удачного дня. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. Видео много не снимаю. Вы понимаете, одно и то же, когда я дома нахожусь. Ну, неинтересно вам будет показывать. Готовить я такое ничего особенного не готовила. Поэтому видео мало снимаю. Когда что-то выхожу, вот тогда что-то интересное вижу. И хочу с вами поделиться. Ну, а вы все-таки пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, мои дорогие. И мы в следующем видео... У меня очень много... Очень много инсайтов. Насчет загадывания желаний транссерфинга. Я начала сегодня технику, с которой я хочу с вами поделиться. Но попозже, как только она начнет исполняться. Я все делаю и вам рассказываю, если у меня это получилось. Еще раз всем привет, мои дорогие. Вчера муж мой купил... Знаете, что купил? Город ездил, там кое-что, какую-то деталь купил. Краску купил. Кстати, моей маме сейчас покажу, какую краску купил. И купил грудинку, купил крылышки. Я сегодня их буду жарить. В воскресенье устрою праздник себе. Да, знаете, что я решила? Что в ресторане не находишься. Это просто выброс денег на воздух. А вот мой тортик, который мы никак не покушаем. Вы что думаете, мы много кушаем? Вчера только по одному кусочку каждый раз. Кстати, мне надо его переложить в отдельную посуду. Вот такие вот дела. Подписывайтесь на мой канал. Со мной вам будет очень интересно. С вами была Светлана Ата.